Если рассмотреть ряд простых чисел Нельзя сказать, чтобы между ними не было больших промежутков Вот давайте сразу посмотрим Если берем такое число 2000! плюс 5 2000! плюс 3 2000! плюс 4 и так далее, и так далее, и так далее 2000 бактериал плюс 2000 Бактериал в пределе всех чисел до 2000 2000 умножить на 4 на 99, на 98 и так далее, и так далее Всех чисел от одного до 2000 бактериалов Так вот смотрите, это делится на 2000 Это делится на 4, это делится на 3, это делится на 2 Они все составные Поэтому между простыми числами бывают сколь угодно длинные промежутки Но! Сулат Бертран утверждает, что все-таки Уж слишком больших этих промежутков не бывает То есть, если вы возьмете любые два последовательных простых числах То отношение будет меньше Или по-другому еще так говорят Когда берешь любое натуральное число N То между N и числом 2 Обязательно есть хотя бы одно простое число Ну смотрите, от 1 до 1 есть От 2 до 4 есть От 3 до 6 есть От 4 до 8 есть Ну и так далее На самом деле, этих простых чисел там даже довольно много Но! Постулат Бертран утверждает, что хотя бы одно найдется Как ни странно, даже это доказать не так уж просто Разумеется, если знать утверждение о том, что когда количество Простых чисел, не превосходящих данного числа N Делишь на N и умножаешь на натуральные логарифмы То это будет стремиться к единице Ну и иметь какие-то оценки соответствующие То понятно, что постулат Бертрана легко получается Потому что, ну как, ну не может быть Что-то такой здоровенный кусок Был бы без простых чисел Это легко тогда будет Но! Мы же с вами не хотим пользоваться Вот этим трудным законом Законным исключением простых чисел Мы хотим все доказывать Мы хотим действительно идти с полными доказательствами Пока у нас это получалось Так вот, постулат Бертрана Это тоже теорема, которую несложно доказать в школе Смотрите, значит, моя цель Доказать, что очередное простое число ПН плюс 1 Меньше, чем число 2В Оказывается, для того, чтобы эту теорему доказать Для того, чтобы эту теорему доказать Самый естественный способ Это рассмотреть число сочетаний Из 2ВН-1 по ВН Так, ребята, у меня, конечно, лень Представить все время ВН Итак, я сейчас должен Во-первых, все-таки напомнить, что такое число сочетаний Потом я расскажу, как конкретно это число сочетаний Разлагается на простые множители Ну и потом легко докажем постулат Бертрана Итак, давайте рассматриваем вот такое число Ну а для начала вообще все число сочетаний Что это вообще такое? Число сочетаний из К по М Это количество способов выбрать М предметов из данных К предметов Ну, ребята, это действительно совсем просто Давайте посмотрим, как выглядит так называемый треугольник Паскаля Один, один, один Один, два, один Один, три, три, один Я все-таки хочу заниматься здесь содержательными задачами Поэтому, ребята, отказываюсь подробно сейчас все это объяснять То есть, в общем, у нас на Малом Эхмате и в записях, в общем, и книжек про это много Достаточно сказать, что профессор Мариарти, как известно, который вот с Шелл Холпсом воевал Стал профессором математики именно за трактат про треугольник Паскаля В этом случае ничего, ну, вряд ли найдете книжку с авторством профессора Мариарти Но книжку с авторством Виленкин комбинаторик найти легко И, может быть, даже лучше реклама не было Рейгородский тут прочитал большое количество курсов Они выложены и советую их послушать В том числе вполне приличный курс по теории графов По комбинаторике довольно простой курс И так далее Ребята, кому интересно, всех отправляю туда Вот этот треугольник Каким замечательным свойством обладает этот самый треугольник Паскаля? Вот это число, это количество маршрутов Которые ведут из вот этой верхней точки в эту точку Если каждый раз вы идете вниз направо или вниз налево Вот смотрите, это один маршрут, это второй маршрут, это третий маршрут Вот это число, десять Это, смотрите, можно пойти отсюда, а сюда можно прийти шестью способами А можно прийти отсюда, отсюда четырьмя способами В общем, любое число, это количество способов пройти вот так Каким образом вычисляется через К и М, это самое число сочетаний Если вам нужно выбрать М предметов То вы сначала выбираете любой один предмет, К способами Потом выбираете любой из оставшихся, это К-1 способов Любой из оставшихся, К-2 способов, и так далее, и так далее И в конце концов, вы выбираете М предмет вот таким количеством способов Но, поскольку порядок выбранных предметов не важен, надо еще разделить на М предметов Так, ребята, я сейчас очень быстро все это напоминаю Понять тому, кто это не знает, нереально Но, с другой стороны, повторяю, что про эти самые числа сочетаний Их иногда еще в России вот так вот обозначают Число сочетаний, если К-1 Вот это вот международное обозначение, это то, что у нас и во Франции На самом деле вот это обозначение я чуть больше люблю Потому что оно с числами стирлинга хорошо соотносится обозначение и так далее Так вот, господа, что в результате я могу написать? Это есть 2P-1 умножить на 2P-2 и так далее, и так далее, и так далее Умножить Так, мне нужно, чтобы было вверху P множителей Внизу нужно, чтобы был P факториал, правильно? Так, 2P-1, 2P-2 Теперь, да-да, 2P-1 минус P плюс 1 Это что такое? Это у меня будет, это у меня будет так Если я не ошибаюсь Из 2P-1 надо вычесть P и прибавить 1 Ну да, да Другими словами, можно P сократить Дело в том, что вообще вот это число Это то же самое, что число сочетаемых из 2P-1 по P-1 Это, собственно говоря, то же самое Поэтому здесь можно было не писать 2P Давайте я так и сделаю А здесь написать P-1 В общем, господа, как бы то ни было На самом деле совершенно все не важно Потому что важно, что у меня вот такое число Это количество способов Количество способов из 2P-1 предмета Выбрать P-1 предмета Эти два числа, безусловно, равны Вот, они как бы в центре этой 2P-1 Страшки расположены Все замечательно Это такое целое число Так вот Смотрите, что у нас здесь есть У нас здесь написаны числа 2P-1 2P-2 И так далее, и так далее Вплоть до числа P-1 Если бы постулат Бертрана был неверен Если бы среди чисел 2P-1 2P-2 и так далее П-1 Не было бы ни одного простого числа То В таком случае У нас каждое из вот этих вот чисел Как-то бы разлагалось на множители И, соответственно, все множители, которые здесь есть Они были бы меньше, чем P Дело в том, что Когда вы берете даже 2P-1 Даже если на двойку делишь Уже будет меньше, чем P Но на тройку делишь будет еще меньше То есть, если бы постулат Бертрана был неверен Мы обычно считаем, что он неверен То в таком случае Все простые, которые входят в разложение вот этого числа Они были бы меньше, чем число P Потому что, как видите, числа P здесь нет Они были бы все меньше, чем P Отлично! Значит, я сейчас должен научиться Разлагать число сочетаний на простые множители Ну, господа, для этого простая вещь Я могу просто сказать, что это все-таки 2P-1 факториал Разделить на P факториал и на P-1 факториал И, соответственно, если я умею факториал разлагать на простые множители Ну, это тоже факториал и это тоже факториал То я в результате и число сочетаний тоже смогу разложить на простые множители Отлично! Значит, ближайшая наша задача Это понять, как факториал можно представить в виде произведения степеней простых чисел Я напоминаю сегодняшнее занятие постулат Бертрана То есть мы пытаемся доказать, что если P простое число Ну, хотя бы одно из вот этих вот чисел является простым Я сейчас возьму какой-нибудь факториал И попытаюсь его разложить на простые множители Сорок трех Оно, конечно, огромное Оно огромное, но тем не менее Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и так далее, и так далее Тридцать девять и сорок Господа, какие бывают простые числа, не превосходящие сорока? Очень много Двойка Тройка Пять Семь Одиннадцать Двенадцать Двадцать Что там еще? Семнадцать Девятнадцать Двадцать 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 Девять Двадцать 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 Это все в первой. А это в первой. Потому что есть 19, а есть 38. Замечательно. 17, 34, 13, 26, 39, 11, 22, 33. Так, здесь уже, ну как, 35, это 5 умножить на 7, да? Это будет 5. С пятеркой и 9, и 7. Смотрите, 5, 10, 15, 20, 25, 30, да? Это будет 8 чисел. 25 живая. Да, и 24. Поэтому будет 9 здесь. Стройка еще интереснее. Чисел, делящихся на 3, это 40. Их, понятное дело, 40 разделить на 3, это 13 небольших. Это 13 штук. Но, вот смотрите, есть числа. 3 шерепели, 12, 15, 18, 21, 24, 27 и так далее. Вот посмотрите, что очень важно. Это дает одну тройку, это дает одну тройку. А вот 9 дает две тройки. Понимаете? 18 дает две тройки. А 27 дает аж сколько? 3. Три тройки. Поэтому, у нас идея такой капусты. Вот если кто видел капусту, то там такая, берешь лист, снимаешь. Это числа, деляющиеся на 3, их 13 штук. Потом снимаешь те, которые делятся на 9. Их 4 штук. Потом те, которые делятся на 27. Такое число одно. И, значит, получается в какой степени? 18. Получается в 18 степени. И теперь двойка в какой степени? Тут совсем интересно. 20 черных чисел. Да еще не забыть о тех, что делятся на 4. Да не забыть о тех, что делятся на 8. Не забыть о тех, что делятся на 16. И не забыть о тех, что делятся на 32. Это 35 и 38. Господа, заметьте, я не выписывал все числа. Но я сумел разложить число 40! на простые множители. Здесь очень четко виден закон. Когда большие, показатели маленькие. Наоборот, когда здесь вот число маленькое, то показатель степени очень больших. Сейчас мы должны быстро написать этот факт в общем виде. То есть, если у меня есть абсолютно произвольный материал, какое-нибудь там не знаю, число n факториал, то это и есть произведение, взятое по всем простым числам, не превосходящим n, p. А вот теперь очень интересный вопрос. В какую степень надо развести p, чтобы получить этот самый факториал? Ответ. Чисел, делящиеся на p в точности n делить на p целой части штук. Потом надо посмотреть те, которые делятся на p квадратно. Потом надо посмотреть те, которые делятся на p квадратно. С какого-то момента соответствующая степень будет уже больше, чем n, и соответственно у нас уже получится ноль. Итак, вот такая довольно тяжелая формула для показателя степени, в которую надо развести простое число p, чтобы у нас все получилось. Так, ну давайте я еще все-таки в качестве контроля, скажем число 100, объясню, как раскладывается 100 факториалов. Это 2 в какой-то степени, на 2 в какой-то степени, на 5 в какой-то степени, на 7 в какой-то степени и так далее. Дальше я уже не буду писать простые числа. Как узнать, на какую степень двойки делится? Это вот такое выражение. 100 вторых, это сколько? Двесятых. Потом сто четвертых, это 25. Потом уже 25 делим пополам. То есть сто восьмых, это 12 целая часть. Сто шестнадцатых, это 6. Ну и дальше понятно, еще будет у нас 3, и еще будет 1, правильно? Это сто тридцать вторых, и здесь будет целая часть числа сто шестьдесят четверых. Так вот, господа, 1 плюс 3 это 4, 10, 22, 47 и 50 это 97. Ну, в общем, не знаю, имеет ли смысл. Ну, давайте усно посчитаем. Тридцать три плюс 11 это уже 44, плюс 3 это 47 и плюс 1 это 48. Так, для пятерки это 20 плюс 4, 24. Для семерки это 14 плюс 2 это 16. Ладно, уже допишу дальше. Значит, 11 пойдет в девятой степени, 13 пойдет в шестой, по-моему? В седьмой. Да, 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 в седьмой. 7 умножить на 13, 91 в седьмой, 17 пойдет в пятой. Так, ну и дальше еще один. Заметьте, очень быстро происходит спад этих самых степеней. Собственно говоря, в этом сейчас нам и нужно разобраться. Приспокойненько. Вот здесь. Поехали. Поехали. Вот у меня есть число. 2p-1, или p-патериал p-1. Я сейчас говорю, что если постулатка экрана не верят, то тогда никаких простых чисел в числителе здесь у меня не обновляют. Замечательно. В таком случае все простые числа будут меньше, чем число m. Значит, у меня получается следующая вещь. Произведение. По простым числам. Значит, итак, q число простое, q меньше, чем p. По простым числам. Минус здесь p разделить на q, минус p-1 разделить на q. После этого идет следующая штука. 2p-1 разделить на q в квадрате. Дальше, p разделить на q в квадрате. И p-1 разделить на q в квадрате. Ну, ребята, потом то же самое, только вместо q в квадрате будет q в кубе. Потом будет q в четвертый. И так далее до бесконечности. Ну, это, в общем, тяжелая штука. Тяжелая штука. Ну, она не то, что тяжелая, она такая длинная для записи. Длинная для записи такая вещь. Вот это вот все идет показатель степени. Я сейчас должен каким-то способом оценить вот это выражение сверху. Я должен вам объяснить причину, по которой оно не может быть слишком большое. Дело в том, что вообще у меня вот это вот число сочетание, оно, в общем, вполне себе не маленькое. Кстати, давайте поймем, а до какой степени оно не маленькое? Вот чему равна сумма всех чисел, расположенных в строке треугольника Паскаля? 1, 3, 2 плюс 1, это 4. 1, 3, 3, 1, это 8. 1, 4, 6, 4, 1, это 16. Вот это вот, честное слово, 32, это 64. Ребята, принцип такой, в N строке треугольника Паскаля сумма чисел равна 2 по степени n. Потому что, если у вас есть n предметов, любой из которых можно взять или не взять, то это 2 по степени n вариантов. Вот, соответственно, когда вы берете строку с номером 2П-1, то в ней где-то есть число сочетаний из 2П-1 по П-1, а рядышком там есть из 2П-1 по П. А все другие числа меньше, чем эти 2. Почему меньше? Потому что они расположены в центре, а треугольник Паскаля, в нем числа в строчках в центре большие, к краям. Вот, теперь вопрос, сколько всего 2П-1 в строке? Сколько чисел в этой строке? 2П. 2П. Замечательно. Значит, у меня есть два самых больших, давайте поймем, два самых больших числа из 2П чисел. Так? Вот итак, у меня, значит, идея такая. У меня есть строчка, в ней числа, 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 числа. Их сумма это 2 в степени 2П-1. И в центре расположены два самых больших числа. Давайте их к величину обозначим буквой Х. А всего чисел, как вы уже правильно сказали, всего чисел 2П штук. Это значит, что верно следующее неравенство. Повторяю. 2П чисел. Самое большое из них, вот, наше раскладываемое число сочетание. Значит, их сумма меньше, чем Х умножить на 2П. Ребята, это вполне себе такое понятное неравенство. То есть, получается, что вот это вот число сочетание больше, чем 2 в степени 2П-2 разделить на 2. С этим неравенством вполне можно работать. Я вам по секрету скажу. На самом деле можно доказать неравенство гораздо более сильное. На самом деле можно доказать, что эти числа, которые вот в центре, они не просто больше, а они, что называется, гораздо больше, чем, вот. И, по большому счету, здесь можно поставить более неравенство, да. Но я сейчас этим не хочу заниматься, потому что это было бы в некотором смысле сейчас, ну, понимаете, ну, мы бы немножко ушли в вычисления. И, конечно, от этого оценка, которая у нас получится, стало бы чуть-чуть лучше. Но сейчас поговорим о сущностной вещи. Потому что как оценить число сочетаний, я повторяю, вещь техническая, и можно чуть-чуть усилить оценку. На самом деле, между прочим, есть так называемая формула Стирлинга, которая позволяет вообще с очень хорошей точностью посчитать число. Но это все мы... А сейчас принципиально разобраться вот с этими выражениями. Господа, мы с вами должны доказать такую линию. Вот это число никогда не бывает отрицательным. И при этом оно никогда не бывает больше единицы. То есть вот эта штука, это или ноль, или что? Что? Или единица, или единица. На самом деле, это совсем просто. Я бы сказал, даже совсем очевидно. Поэтому давайте я это сформулирую в виде отдельной Лембе. И никакие там простые, здесь совершенно ни при чем. Итак, Лембе. Если вы берете целую часть суммы любых двух человек, и вы читаете из нее первую, целую часть первого, и вы читаете целую часть первого, то это или ноль, или единица. Обратите внимание, здесь у нас ровно такая ситуация. Когда к числу П вы прибавляете по минус 1, вы получаете 2 по минус 1. Значит, на самом деле, как только я докажу вот эту Лему, что для любых вещественных чисел у меня целая часть Х плюс У отличается от суммы целых частей либо просто равна, либо на единичку больше, вот, ребята, это просто чип. В самом деле, вот смотрите, что такое, что у вас есть целая часть числа Х? Это значит, что Х – это у вас целая часть числа Х плюс дробная часть, правильно? Дробная часть – это число 0 до единицы. У – это у вас то же самое. Целая часть У плюс дробная часть. Ну, замечательно. Теперь давайте вот эти формулы подставим сюда. У нас будет так. У нас будет целая часть Х плюс его дробная часть плюс целая часть У плюс его дробная часть, да? И из этого вычитается целая часть Х и вычитается целая часть У. Ну, господа, целое число из-под знака целой части легко выносится, потому что не замечательно, да? Значит, собственно говоря, вот это вот уничтожается. Точно так же целая часть У тоже уничтожается. И вопрос. Дробная часть Х пробегает значение от 0 до 1, причем строго меньше 1. Дробная часть У тоже строго меньше 1. Значит, вот их сумма – это сумма чисел, одно из которых от 0 до 1, другое тоже от 0 до 1. Значит, сумма от 0 до 2. Причем двойка не бывает, поскольку они оба строго меньше 1. Значит, 0 бывает, 1 бывает, а других вариантов не бывает. Все поняли? Да. Все поняли. Ребята, это здорово. Получается, что хоть эти выражения страшно выглядят, но любое из них на самом деле все-таки не такое уж и большое. Это может быть либо 0, либо 1. Хорошо. Вот теперь нужно аккуратно прицелиться и посмотреть. Дело в том, что при некоторых Q у нас с вами очевидно, что здесь вот этих уже нет. А при некоторых все еще будет. Значит, ребята, сейчас нам нужно вот это вот неравенство, что Q меньше, чем P. Дело в том, что Q, который каким-то разумным образом, вот промежуток, по которому бегает число Q, мы разобьем на несколько частей. И в каждой из этих частей мы должны разумным образом провести оценку. Значит, я напоминаю, что у меня вот это число сочетаний, оно больше, чем 2 в степени 2P-2 делить на P. Вот сейчас я, я предположил, что у меня отсутствуют простые числа здесь, поэтому, собственно говоря, Q, оно меньше P. Я сейчас должен как-то оценить это выражение. Ну, это хорошая олимпиадная задача. Надо разумным образом посмотреть на то, что называется, когда здесь что. Интересно, кто-нибудь из вас может предложить какие-то разумные границы для вот этих самых выражений? Ну, давайте подумаем. Скажем, если Q, это будет число, близкое к числу P. Ну, скажем, Q, это примерно 9 десятых. Как вы думаете, в таком случае у нас может случиться, что вот это будет не 0? Нет, конечно, да? Если Q близко к числу P, то всё вот это будет... Так, несерьёзно. Надо теперь подумать над вот этим. Может ли случиться, когда число Q близко к числу P? Ну, давайте. Q, это 9 десятых. Тогда вот эта штука, это будет единица. Это будет что? Единица. Единица. А это будет что? Двух. 2 минус 1 минус 1. Это совершенно неинтересно. Хорошо. Q, это 6 десятых. Это единица. Это по-прежнему единица. 2 делить на 6 десятых, это 3. Опа. Интересно. Когда было 9 десятых, то у меня было 2 минус 1 минус 1. Когда взял 6 десятых, то у меня ситуация изменилась. Интересно, в какой момент? А момент очень простой. Дело в том, что если у меня Q меньше, чем P, но при этом довольно большое, вот давайте, пусть Q будет больше, чем, скажем, половина P, то в таком случае вот эта штука будет единица, и эта штука будет единица. И здесь возможно получение большого результата, если вот это будет что? Тройка или больше? Да. Значит нужно, чтобы 2P минус 1 было бы не меньше, чем что? Чем 3U. Ребята, я сейчас делю на 3 и получаю такой результат. Это 2 третьих P минус 1 третья больше или равно, чем Q. То есть начиная с числа 2 третьих у меня получается что? Вот еще, если Q обладает таким свойством, что оно больше, чем 2 третьих P. Вот давайте. Бывает больше, чем 2 третьих, а бывает меньше, чем 2 третьих. Это единица, это единица, а это двойка. Q больше, чем 2 третьих. Двойка делится на число, которое больше, чем 2 третьих. Значит получается ответ меньше, чем 3, значит получается здесь целая часть 2. И у меня получается 0. Согласны? Да. Согласны или нет? Да. Я вам только что объяснил, что вот в этом месте, хотя и написано, что Q меньше, чем P. А на самом деле, когда Q пробегает значение, так вот давайте весь отрезок, весь отрезок от двойки до числа P разбиваться такими числами. Вот одно важное число, мы его только что нашли, это 2 третьих P. Оказывается, простых чисел вообще нет. Это же красиво, правда? То есть чисел Q, которые больше, чем 2 третьих и меньше, чем P, в это разложение они вообще войти не могут. Отлично. Теперь давайте смотреть. От 2 третьих идем вниз. В какой момент здесь, что называется, впервые возникнет неприятность. Вот здесь вот у нас есть это число, как вы помните, максимум равно единице, да? То есть оно будет не больше, чем в первой степени. Так вот, в какой момент у нас здесь могут возникнуть не нули? Понятно. Если 2P минус 1 будет больше, чем 2 квадрата. Согласны? Да. Тогда вот эта штука у меня будет не нулимой. Значит, следующий, так сказать, кусок, следующее число, на которое мы должны обратить серьезное внимание, это тот момент, когда Q квадрат, вот Q был большой, оно было типа P, мы смотрели, да? От P до 23P, тогда вот все эти штуки ни на что не влияли, не были все нулями. Потом оно около 23P или поменьше, они все еще ни на что не влияют. Начинают влиять в тот момент, когда Q квадрат становится меньше или равно, чем 2P минус 1. Замечательно. То есть, когда Q меньше, чем корень из двух P. Отлично. Я ставлю вот это вот число, корень из двух P. Оно очень важно. Это такой вот очередной рубеж, по которому мы должны все считать. Значит, простые числа бывают, вот таких не бывает вообще. Такие входят в максимум в первой степени. Все числа от двух третьих P до корня из двух P входят в максимум в первой степени. А следующее, это следующая проблема. Дело в том, что они будут маленькие, потом они будут еще меньше, потом они будут еще меньше. То есть, с одной стороны, этих самых следующих чисел, их не так много, а с другой стороны, понимаете, проблема в чем? Что замучаешься так разбираться, когда там вот это включится, там какой-то кубический корень, там потом корень четвертый степень. В общем, у меня предложение. Давайте мы ограничимся вот таким избиением. Значит, итак, числа бывают маленькие, числа бывают средние, и числа бывают большие. Вернее, больших не бывает. Больших, как мы поняли, не бывает. Надо сейчас понять, каким образом мы оценим, каким образом мы оценим вот это вот наше произведение. Итак, пишу. Это наше произведение, меньше или равно, чем следующее. Мы должны отдельно писать произведение, когда П простое число, и оно пробегает значение от двух... Нет, не П простое число пробегает от двух до корня из двух П, вот, на КУ, вот в той самой степени, которую изведение буду переписывать. Умножить на произведение, когда число Фу то же самое простое, когда число У простое, и, внимание, при этом Фу у меня меньше, чем что? Чем две третьих П, и больше, чем корень из двух П. А здесь КУ, между прочим, будет в первой степени, потому что уже мы сказали, что для средних чисел максимум бывает в первой степени. Значит, для того, чтобы решить задачу, надо сделать не пойми что, потому что здесь это просто слов нет. Здесь непонятно, что делать с этим самым КУ в этой степени, потому что, господа, вот разбираться вот эти вот в нюансах, там, корень кубичный, корень четвертой степени, это просто совершенно нереально. Поэтому здесь надо будет делать, действительно, не пойми что ли. А вот здесь надо суметь оценить, внимание, произведение простых чисел, не превосходящих числа две третьих П. Заметьте, пожалуйста, это сама по себе очень интересная задача. Вот просто мы берем кусок натурального ряда, ну, здесь вот, 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 от стальки, да, от корня двух П до двух П, и задаем себе такой вопрос. Насколько большим, ну, или, соответственно, насколько маленьким, может быть произведение всех простых чисел, которые там больше данного, меньше данного. Я, говорит, в этом месте, я, говорит, в этом месте, я просто оценил это произведением всех простых чисел, не превосходящих данного числа. И отдельно, ну, понятно, что я пожертвовал там, оценю вот эту штуку. Это само по себе действительно очень интересно. Вот, теперь давайте думать с этим, что делать. Здесь эти самые числа Ку, они маленькие. Здесь эти самые числа Ку, они маленькие. Вот, давайте поймем, давайте поймем, каким, не больше чего вот это произведение. Значит, посмотрите, вот эта штука не больше единицы, это не больше единицы, это не больше единицы и так далее. Показатель степени, который мы здесь можем набрать, не больше, чем количество вот таких вот штук, которые будут все еще не нулевые. Согласны? Значит, если этот показатель степени, это некая буква К, то должно выполняться, так вот, давайте, показатель степени, который здесь можно набрать, не некое число К. Обладает следующим забавным свойством, что на каждом уровне мы набираем не больше, чем единицу. Поэтому, если мы набрали К, значит, мы спустились хотя бы на К-уровень. То есть, 2П-1 должно быть больше или равно, чем Ку в степени К. Только что сделал хорошую оценку. Еще раз. У меня там был Ку в какой-то там вот ужасной степени. Эта степень состояла из слогаемых. Каждая из этих слогаемых, я объяснял, это или ноль, или единица, правильно? Значит, если я набрал какое-то число, здесь в какой-то показатель степени оказался, это значит, что я спустился хотя бы на К-уровень. Ну, еще, из каждой строчки я беру не больше, чем единицу. Если я набрал К, значит, строчек минимум К-уровень. Ну, чтобы был не ноль, надо, чтобы 2П-1 было больше или равно, чем К-уровень. Значит, должно выполняться вот такое неравиство. Ну, ребята, это и есть оценка. Я здесь вместо Ку в степени К пишу... Что пишу? 2П-1. 2П-1. Совершенно верно. Я пишу здесь 2П-1. Так, теперь, значит, пишем. Итак, это меньше или равно, чем... Так, теперь вопрос. Сколько здесь множителей? А множители здесь без квадрата? Не больше, чем корень и 2П-2. Это уж точно. Дело в том, что на самом деле гораздо меньше. Потому что, вообще-то, далеко не все числа просты. Ну, скажем так, в два раза я могу здесь легко поделить, если надо. Чем не проблема. Вот. Ну, в общем так. Вот эти числа... Этих чисел не больше, чем всего числа. То есть, строго говоря, я мог бы здесь так написать. Я здесь мог бы написать то самое Пи от корня из 2П. И после этого как-нибудь оценивать количество простых чисел, не превосходящих на корни из 2П. Ну, давайте я пока что напишу. Корень из 2П. Надо будет я там 2 поделить, потому что простых чисел явно не больше, чем половина от всех чисел. Ну, посмотрим, как там дальше по центру будет. Интереснее другое. Интереснее, чем же оценить произведение всех простых чисел, которые меньше, чем 2 третьих П. Что я могу сказать? Давайте здесь напишу, что мне пришло А. И давайте сделаем следующее. Все вот это хозяйство я запишу в виде одного неравенства и начну думать над тем, что же это за число А. Итак, 2 в степени 2П-2 деленное на П. замечательно, меньше или равно, чем 2П-1. Так, господа, все понимают, что я решу? Да. В степени корень из 2П, в степени корень из 2П, умножить на то самое число А. Давайте его обозначим так. А от 2 третьих П. А от 2П, где А от Н – это есть произведение всех простых чисел, которые не превосходят числа Н. Так, вот, мне сейчас нужна хорошая оценка на эту самую величину А. И, собственно говоря, после этого уже можно будет с этим неравенством работать. И постулат Бертрана может быть уже указан. То есть надо будет получать противоречия из этого неравенства. Тогда я еще раз повторяю, поскольку я сейчас все уже буду уничтожать, стирать, я повторяю основную идею того, что здесь сейчас произошло. Здесь произошло следующее. Я предположу, что среди чисел П плюс 1, П плюс 2 и так далее, 2П минус 1, нет ни одного простого числа. То есть постулат Бертрана не верит. Нет простых чисел здесь. В таком случае это число сочетаний, если 2П минус 1, 2П минус 2, разлагается на простые множители, не превосходящие числа П. Ну, выяснилось сразу, что от П на 2 третьих П там их все равно не может быть ни одного простого множителя. Все простые числа мы разбили на два класса. От 2 до корней 2П и от корней 2П до 3П. И отдельно разбирались с маленькими числами, оценили. Отдельно разбираемся сейчас со средними. И в этот момент мне нужно сказать вам следующее. Ребята, на самом деле я строго говоря немножко неправильно смотрю в эту посту. То есть если вы возьмете книжник, то во многих книжках это рассказывается не так, а сначала доказывают ту самую лему, которую я сейчас вам буду рассказывать. Дело в том, что эта самая лема, она доказывается при помощи того же самого числа сочетаний. Вот ровно того же самого. Нужно нам с вами доказать, что произведение простых чисел, не превосходящих данных числа Н, там не больше чего-то. Это индукция. Поэтому индукция очень простая и повторяю. Это индукция, которая связана, которая связана с числом сочетаний вот такого, вот такого, вот я сейчас напишу так. Это не больше 4 в степени Н минус 1. Вот давайте попытаемся по индукции доказать такое неравенство. И здесь будет тогда что? Здесь будет у нас, значит, это 2П минус 1 в степени корень из 2П, и все звучит так, а здесь будет 2 в степени 4 третьих П минус 2. 2 в степени 4 третьих П минус 2. Так, на всякий случай я должен сообразить. Вот здесь вот у меня 2 в степени 4 третьих, а здесь у меня 2 в степени 2П. Если я разделю обе части на 2 в степени 4 третьих, то у меня получится такое неравенство. 2 в степени 2 третьих П. Так, здесь минус 2, здесь минус 2 исчезнет. Вот, меньше или равно, П сюда поднимаю. Здесь будет П, здесь будет 2П минус 1 в степени корень из 2П. Так, господа, я победил. Объясняю, почему. Дело в том, что вот это вот 2П минус 1 в степени корень из 2П, это же на самом деле величина не такая уж и большая. Это 2 в степени логарифма вот этого числа. А логарифм, как известно, растет очень-очень медленно. Значит, здесь будет корень, а здесь П в первой степени. Вот эта функция при больших П растет гораздо быстрее. Значит, начиная с какого-то места, мы посчитаем с какого, мы эту оценку точно сделаем, начиная с какого-то места, вот эта величина будет гораздо больше, и мы получим противоречие. Все. Значит, если я сейчас сумею доказать вот это неравенство, то в таком случае все будет замечательно. То есть я хочу сейчас доказать, что произведение всех простых чисел, не превосходящих данного натурального числа n, не больше, чем 4 в степени n минус 1. Значит, поехали. Если n равняется единице, то простых чисел нет, все классно. Если n равняется двойке, то простое число равно 2, и она должна не превосходить 4 в степени 2 минус 1. Она и не превосходна. Если n равняется тройке, то дважды 3 будет не больше, чем 4 в степени 3 минус 1. Это правда. Все, база есть. Согласны? База есть. Значит, 4 в степени вполне себе работает. Теперь нужен индукционный переход. Предположим, что для всех n, там, не превосходящих чего-то, я уже доказал. То есть у меня есть простые числа, там b1, b2 и так далее, там какой-то bк. Каждая, смотрите, все они не превосходят какого-то числа n. Каждая из них точнее, да? Каждая из них не превосходит числа n. И значит, их произведение, этих пэшек, у нас не превосходит 4 в степени n минус 1. Замечательно. И представьте себе, что я сейчас добавляю какое-то к этому делу каплю с первое число. Ну, если оно по-прежнему не превосходило, то есть был полный список чисел, да, все было замечательно, а вот теперь происходит шат индукции. Значит, что такое шат индукции? Это вот были у меня числа, добавляется следующее число, k плюс 1. И я сейчас должен доказать такое неравенство, что если я их перемножаю, b1, b2 и так далее, bк, t, и еще умножаю на bк плюс 1, то это произведение будет почему-то не больше, чем 4 в степени pk плюс 1 минус 1. Ну, казалось бы, это очень странно, потому что у нас, так сказать, добавился один множитель, и непонятно, что с этим делать. Вот, но на самом-то деле, вот это выражение, вот это выражение вполне объясняет ситуацию. Господа, у нас, вот если мы туда доказываем такое неравенство, выписаны все простые числа, p1, p2 и так далее, подряд все простые числа. Я преспокойненько могу сделать следующую штуку. Я могу число p с номером k плюс 1 обозначить как 2m плюс 1 и сказать, что у меня есть вот это вот число 2m плюс 1. И, смотрите, какая вещь, я могу рассмотреть вот такого типа число сочетаний, а именно число сочетаний из 2m плюс 1 по m. Собственно говоря, не обязательно же было рассматривать число сочетаний с простым. Вот давайте, что будет, если число сочетаний из 2m плюс 1 по m. Здесь будет 2m плюс 1, да? Здесь будет о m плюс 1. Так, это понятно. Здесь будет 2m плюс 1. А теперь вопрос, что будет здесь вверху? Да понятно, что произведение всех чисел 2m плюс 1, 2m буквально, 2m минус 1 и так далее, и так далее. В знаменателе будет написан m-фактериал, а здесь будет заканчиваться на m2. Потому что здесь у меня идет от числа m плюс 2, да? У меня здесь идет от числа m плюс 2. Ну и пусть. Значит, у меня здесь от m плюс 2 сюда вперед. Получается, все простые числа, которые от 2m плюс 1 и до числа m плюс 2, все такие простые числа являются делителем вот этого числа сочетаний. Ребята, вот эти простые числа, какие здесь выписаны, я разобью на два вида. Те, которые от 2 до m плюс 1 и те, что от m плюс 2 до 2m плюс 1. И оценивать я оцениваю следующим способом. Вот эти я оценю по предположению индукции. По предположению индукции их произведение не превосходит 4 в степени m. Потому что от 2 до m плюс 1 оно не превосходит 4 в степени m. Отлично. А вот произведение этих чисел, оно меньше, чем вот это вот что-то сочетание. Потому что все простые числа от m плюс 2 до 2m плюс 1 в числителе присутствуют, а в знаменателе отсутствуют. Так, мне бы теперь вспомнить, чему равняется сумма чисел в 2m плюс 1 строке. Это 2 в степени 2m плюс 1. В любой строке другой паскаля сумма чисел в степени двойки. Сколько там слагаемых? 2m плюс 2. 2m плюс 2. Ну, очень интересно. Очень интересно. Значит, это число там самое большое. Мне надо опять оценить его, сын, господа. Я опять должен сказать такую вещь. У нас есть строчка. Здесь вот есть вот это вот число сочетаний из 2m плюс 1 по 2m. Число сочетаний из 2m плюс 1 по 2m плюс 1 это ровно то же самое. Меньше, чем 2 в степени 2m, да? Да. Вот. На 2 в степени 2m. Потому что общая сумма это 2 в степени 2m плюс 1, но они два самых больших. Значит, это число это меньше, чем половина. Значит, господа, это есть 4 в степени 2m. У меня сошлось. У меня сошлось. Это 4 в степени pk плюс 1 минус 1. Давайте я попытаюсь еще раз про эту лему. Дело в том, что она на самом-то деле совсем простая. Я ее просто пытался вот так вот естественным образом вам объяснять. И, может быть, даже не может у вас запутывать. Значит, народ, еще раз. В чем здесь история? Я хочу доказать такой факт. Что когда берешь любое натуральное число и выписываешь все простые числа непревосходящие этого числа по порядку, то обнаруживаешь следующую замечательную штуку, что произведение простых чисел непревосходящих числа n не бывает больше, чем 4 в степени n минус 1. Доказательство. Просто по индукции. Каким именно образом? Сначала базис. Сначала проверяем базис. Маленькие числа проверяем. Я это конкретное дело не буду повторять. Потом переход. Переход заключается в следующем. Что, господа, мы, разумеете, индукцию у нас по n. Если при увеличении числа n у нас не добавляются никаких новых простых чисел, то происходит простая, что это будет при прежнем тем же самым, а это будет расти, расти, расти. Ну, понятно, что неравенство остается. Проблема возникает в тот момент, когда добавляется очередное простое число. Ну, вот и посмотрим ситуацию, когда n дошло до очередного простого числа, которое мы обозначили 2m плюс 1. Тогда делаем следующее. Все простые числа от 2 до 2m плюс 1 разбиваем на два класса. Те, которые от 2 до 1 и те, которые от m плюс 2 до 2m плюс 1. Замечательно. Числа, которые от 2 до m плюс 1, это просто простые числа, не превосходящие числа m плюс 1. Поэтому их произведение не больше, чем 4 в степени m плюс 1. То есть не больше, чем 4 в степени m. Отлично. Теперь я смотрю на вот эти. Для оценки их произведения используем вот это число сочетания. Из 2m плюс 1 по m. Оно же число сочетания из 2m плюс 1 по m плюс 1. Вот оно здесь выписано в явном виде. Еще раз. Те, кто не знают число сочетаний, должны понимать, что это более серьезное даже незнание, чем вся эта арифметика. Просто не знают число сочетаний, то есть вы не знаете теорию вероятности и, в общем, много чего знаете. Вот губинаторику. Поэтому, в общем, нам обязательно нужно знать число сочетаний. Ну, а те, кто знает, молодцы. Итак, значит, вот эта вот штука в числителе содержит все простые числа от m плюс 1 до 2m плюс 1. И значит, вот это произведение меньше или равно, чем это число сочетаний. Но, в соответствующей строке треугольника Паскаля у нас есть два числа, а сумма равна 2m в степени 2m плюс 1. Значит, любое из них меньше, ну, меньше, потому что просто по краям не считается. Есть, 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 да и другие числа есть. Вот, меньше, чем половина от этого. То есть, меньше, чем 4 в степени m. Я это здесь и написал. 4 в степени 2m получается, когда перемножаем. А это и есть ровно то, что нам нужно. Так, доказал? Доказал. Теперь осталась скучная часть работы. Значит, ребята, если бы я хотел, что называется, не использовать компьютер, то я должен был бы эти оценки проводить чуть-чуть точнее, чем я их проводил. Вы могли заметить, что я их проводил максимально бездумным образом. Например, здесь я спокойно мог их сдавить на 2m. Я не стал это делать. Вот, я, дело в том, что я хотел бы показать идею. Вообще, в математике очень важно понимать порядок роста. Те из вас, кто занимаются каким-нибудь программированием, знают, что программисты будут объяснять, что у алгоритмов есть порядок времени работы. Вот, есть, там, полиномиальные алгоритмы, там, это один класс. Там, есть алгоритмы, там, с другим временем работы, это другой класс. И это очень важно. И, что называется, это не лечится тем, что вы, там, возьмете компьютер, там, в два раза, там, более мощный, да? Потому что, если у вас принципиально отличается скорость работы алгоритма, вот здесь такая же история. У вас здесь вот это P, я, конечно, рассказывал про него, там, и так далее, но это такая мелочь по сравнению вот с этим. Понимаете идею, да? Вот это вообще нет. Я это написал просто в знак уважения, все-таки, к тому, что когда-то постулат Бертрана, что называется, доказывали вы снятие компьютера, да? Вот, и тогда это P, потому что за это немножко помогало. Вот, сейчас, сейчас я должен объяснить, почему при больших простых числах у меня вот это неравенство не может быть. Ну, опять же, здесь опять есть варианты. Либо вы знаете, всерьез знаете, что такое логарифм, тогда немножко поливочек. Тогда вы делаете, логарифмируете это выражение и получаете 2 третьих P умножить на логарифм двойки меньше или равно, чем логарифм P плюс корень из двух P логарифм числа 2P минус 1. Ну, давайте посмотрим, вот здесь вот 2P заменим, заменим просто это на 2P, потому что, я не знаю, что все работает, если я напишу так, логарифм от 2P. Вот, и давайте я, например, сделаю так. разделю обе части на P. Тогда я получу 2 третьих логарифм меньше или равно логарифм P делить на P плюс корень из двух умножить на логарифм 2P разделить на корень из P. Так вот, господи, дальше я сейчас, я посмотрю, я сейчас говорю для тех, кто математически умножить, более-менее знает. Потом я расскажу все это для тех, кто его не знает. Так вот, для тех, кто знает, ситуация такая. У нас здесь постоянное число, здесь сумма двух функций. Я сейчас докажу, что вот эта функция, начиная с некоторого момента, убывает, и эта функция тоже, начиная с некоторого момента, убывает. После этого возьму достаточно большой P и скажу, что там неравенка неверно, а значит, и дальше оно неверно тем более. Так, теперь про убывание. Ну, убывание функции, в общем, в смысле положено производное счет. Логарифм P разделить на P, производное, это вот что такое, производное логарифм это одна P, и здесь будет логарифм P умножить на, производное, это на единию, замечательно, делить на P квадратное. То есть, единица минус логарифм P делить на P квадратное. Это меньше нуля, когда P лучше, чем G. Ну, то есть, почти что сразу эта функция убывает. Замечательно. Здесь логарифм P, если делим на P или P. Какая здесь будет преисплостная? Так, здесь надо делить на P. Так, производная логарифма это единица делить на P. Ну, понятно, это логарифм 2, то есть логарифм P, то есть производная P одна Pt. Здесь будет дальше минус логарифм 2P умножить на производную от SP. Производная корня SP это единица делить на 2 корня SP. Ну, замечательно. Значит, корень SP давайте так, я P отравлю в знаменатель, тогда здесь будет так, здесь будет P, а здесь будет единица минус корень SP P пополам логарифм от 2P. Ну, здесь, конечно, менее понятно, с какого момента это меньше умножить, но, господа, если я гарантирую, что у меня корень SP будет больше двойки, а логарифм 2P будет больше единицы, то тогда точно эта штука будет больше единицы. Для этого достаточно, чтобы P было больше 4, то есть, в общем, не проблема. Для этого нужно, чтобы 2P было больше, чем е. Тоже не проблема. Тоже более-менее всегда. Все, начнем. Более-менее сначала и эта, и эта функция у нас убывает. Теперь берем какое-нибудь достаточно серьезное значение P и проверяем. Заметьте, сейчас я уже не обязан брать в качестве P, обязательно простое число. Вот. И проверяем, что это, что это неравенство будет до этого числа неим. 512 это 041? 041. Замечательно. Сколько докладов? В этом месте, Е4, я оценил, если честно, очень грубо. Я оценил здесь 15, а 1,5 на 9 это не 15. Это 10 с половиной. Это, 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 вот, ну не 10 с половиной слишком. 13 с половиной. В общем, ребята, вот, вот, вот честно вот этого хватает. А главное, что это меня абсолютно не волнует. Не волнует меня это по простой причине, потому что здесь видно, что если число P увеличивает большое количество раз, то знаменатель ровно в это количество раз увеличивается, а числитель только на какую-то величину увеличивается. Так, я обещал рассказать вам, что надо было бы делать, если бы вы не знали, что такое натуральный алгоритм, а надо было бы разобраться и все-таки доказать, что при больших P вот то неравенство не может выполняться. Ребята, здесь есть стандартный прием. Так сказать, по выгрифмированию для нищих. господа, между прочим, почему логарифмы, например, многие из тех, кто занимаются информатикой, совершенно знаете, не особо и не особо понимают, зачем это вам какие-то логарифмы. А идея проста так. Если у вас есть степени двойки, то вы можете взять и написать так. Число P заключить между двумя последовательными распределями двойки. После этого наше вот это неравенство, смотрите, как бы 2 в степени две трети P, вот его надо привести к противоречию, да, P умножить на 2P в степени корень из двух P, да. Так вот, это неравенство, смотрите, как мы можем обработать. Здесь мы можем написать, что P большое, поэтому это 2 в степени две трети умножить на 2 в степени н, а здесь наоборот, существует маленькое. Так, можно я что-то поменьше считать? Здесь напишу минус 1, а здесь напишу равенство. Вам все равно равно 3. Нет, я бы не указал здесь. Так, 2 в степени н, здесь будет 2 на 2 в степени н, а здесь будет корень из 2 на 2 в степени н. Ну, замечательно. Теперь давайте подсчитываем, посмотрим, что у нас здесь получилось. Здесь получилось 2 в степени н делить на 3, меньше, так, а здесь что у нас получилось? 2 в степени н, 2 в степени н плюс 1 умножить на корень из 2 в степени н плюс 1. Ну, их замечательно. Смотрите, господа, здесь 2 в степени, 2 в степени, 2 в степени, то есть по-настоящему это записывается так. 2 в степени н делить на 3, меньше, чем н плюс н плюс 1 умножить на 2 в степени н плюс 1 пополам. Ну, а сейчас ситуация абсолютно непонятная. Здесь просто разная степень, а здесь опять разная степень роста. Здесь 2 в степени н плюс 1 пополам, а здесь у нас просто 2 в степени н. Я сейчас объясню, почему при больших числах н такая штука в принципе невозможна. Для этого я вам скажу простую вещь. Ребят, н у нас меньше, чем н плюс 1, поэтому я спокойно здесь пишу меньше, чем, ну, в 2 раз выречу, чем 2 умножить на н плюс 1 на 2 в степени н плюс 1 пополам. Замечательно. Так, давайте так, я еще на 3 умножу обе части, получу окончательное симпатичное негативство. 2 в степени н меньше, чем 6 умножить на н плюс 1 и умножить на 2 в степени н плюс 1 пополам. На 2 в степени н плюс 1 пополам. Отлично. Ну что, квадрат всего? Здесь будет 2 н, здесь будет 36, здесь будет н плюс 1 квадрат, здесь будет 2 в степени н плюс 1. Отлично. Получается 2 на 2 в степени н делю. 2 в степени н меньше, чем 72 умножить на н плюс 1 квадрат. Господа, вообще-то неплохо бы знать, что степень двойки растет быстрее, чем квадрат, ну, кстати, публическая, чем любая конкретная степень. Каким образом это объяснить? Каким образом объяснить, что при больших н такое неравенство не может быть верно? Ну, я не знаю, как. Я не знаю, как. Ну, давайте опять так вот, собственно говоря, можно так же сделать, написать, что н плюс 1 у нас меньше, чем 2 в какой-то там к-той степени и больше или равно, чем 2 в степени к-той степени. тогда, смотрите, что сравнить. Я же сейчас получу какое-то совсем-совсем очевидное неравенство. Значит, тогда, что у нас будет? У меня 2 в степени n у меня 2 в степени n это будет 2 в степени n будет больше или равно чем 2 в степени в степени в степени k-1 k-1 минус 1 объясняю, почему n больше или равно чем вот это что-то здесь написано. Замечаем. Здесь у меня меньше, чем 72 умножить на 2 в степени 2k. Ну, отлично. Теперь я пишу так. Получается 72 меньше, чем 128. Это меньше, чем 2k плюс 5. я пишу, что 2 в k минус 1 минус 1 меньше, чем 2k плюс 5. Отлично. Значит, у меня 2 в k минус 1 меньше, чем 2k плюс 6. Слушайте, народ, может быть, все-таки в этом месте вы мне поверите, что при больших k это выражение меньше, чем 3k, а здесь у меня стоит линейная функция, а здесь у меня стоит распенциальная функция. В общем, ребята, последние несколько минут я занимался, если честно, не ерундуем, потому что надо верить в то, что в равной функции бывает разный порядок и здесь у меня стоит 2 в степени 2 третьих p, которая, разумеется, при больших p растет гораздо быстрее, чем вот это, ну и на этом, собственно говоря, все и получило.